Наряжать ёлку принято ещё со времён Средних веков. Эта традиция пришла к нам из Германии. Классические правила украшения рождественского дерева не изменились и по сей день. Вифлеемская звезда на макушке, шары, олицетворяющие яблоки, библейский запретный плод, и горящие свечи. Сегодня их с успехом заменили электрогирлянды. До середины XVIII века ёлочные игрушки оставались принципиально только съедобными. И, как правило, ёлку украшали яблоками, кампетами, орехами, печеньями. В Россию обычай наряжать ёлку пришёл при Николае I. Самыми любимыми игрушками нашего народа на протяжении долгих лет были, опять же, съедобные изделия. Фигурки из песочного теста, золочёные орехи, яблочки. Такие игрушки-украшения всегда особенно любили дети. Сладкие гостинцы на ёлке остаются популярными и сейчас. Что касается ёлочных игрушек, то на ум приходят скорее не вот эти вот обычные стеклянные игрушки, а, как это ни странно, шоколадные конфеты, вот те вафельные шоколадные конфеты, которые висели на ёлке, вокруг которых ходишь, ждёшь, предвкушаешь, когда же ты их сорвёшь. И вот что самое интересное, что вкус, который был тогда, почему-то больше никогда не повторился. Серебряные звёздочки, цветы, а также мишура появились в конце XVIII века, а в середине XIX – первые стеклянные шары. Стеклянные игрушки тоже появились в Германии. И он рассказывает, что в одном из бедных, небольших немецких городов, в году неурожая, верующие пришли к стеклодуму, попросили их выдать яблочки из стекла. Многие игрушки делались своими руками из подручных материалов – бумаги, ткани, ваты и папье-маше. Первые стеклянные украшения, появившиеся в России, были немецкого производства. Игрушки эти у нас в России были очень дорогие. Одна стеклянная ёлочная игрушка стоила 100 рублей. Но это всё равно, что сейчас 250 тысяч. После революции у нас празднование Рождества и Нового года было под запретом. И только в 1935-м ёлки и игрушки вернулись в жизнь советских граждан. Украшения тех лет выглядят, соответственно, историческим реалием. Парашютисты из ваты, стеклянные дирижабли с надписью «СССР». В начале 50-х, когда с продуктами в стране была напряжёнка, изготавливалось много игрушек в виде фруктов, ягод и овощей. Появились и сказочные персонажи. Это были сказки о царе Салтане, сказка о рыбаке и рыбке Руслана и Людмила. А чуть позже появилась ещё серия игрушек, тоже по сказочным персонажам, уже на предмет альболита, сказка, сказка Чаполина «Красная шапочка». Именно тогда пришла мода на стеклянные бусы и композиции стеклянных шариков. Нашло в новогодних украшениях отражение освоения человечеством космоса. Появились спутники, космонавты, ракеты. И ещё в 60-е годы на ёлке вешались напы пшеницы и початки кукурузы. В одном из своих интервью Ольга Волкова, директор тогда ещё подмосковной фабрики «Ёлочка», которая занимается выпуском ёлочных игрушек, констатировала тот факт, что именно эта игрушка никогда не сходилась с конвейера фабрики. Она выпускалась и в советские времена, и выпускается до сегодняшнего дня. Особую любовь и массу добрых воспоминаний вызывали игрушки на прищепках. Особенно много их выпускалось в 70-е годы, а впечатления сохранились до сих пор. Они из пластмассы были сделаны на прищепке. И они были сразу в приоритете по отношению к игрушкам, которые сделаны из стекла, потому что они не бились. А маленькому мальчику, то бишь мне, всегда было приятно что-то потрогать, снять, попробовать, ну и использовать в каких-то там своих целях, ну для игры, например. Это не просто шарик, это не просто там какая-то гирлянда, я не знаю, там или что-то еще. А это был какой-то там заяц, это был Дед Мороз, снегурочка. То есть набирался такой набор персонажей, комплект, которого был достаточно для игры там четырехлетнего ребенка. Сегодня в производстве елочных украшений наблюдается отчасти возврат к истокам. Выпускаются шары с ручной росписью, с удивительно тщательно выписанными пейзажами, картинами русской зимы. Новогодние игрушки, сделанные своими руками, конечно, не такие привлекательные, яркие и блестящие, как те, которые продаются в магазинах. Но ведь это не самое главное. Важно, чтобы в эту игрушку вы вложили частичку своей души. Студенты-волонтеры Брянского государственного университета приезжают в Жуковскую школу-интернат почти каждую неделю. Здесь они желанные гости, тем более накануне Нового года, ведь вместе с ними приходит праздник и хорошее настроение. Самое главное – это общение. Это общение со старшими товарищами, со студентами, которым они могут чему-то поучиться, они могут у них что-то спросить. Тем самым, мне кажется, что это как раз таки способствует вот этой социальной адаптации. К изготовлению новогодних игрушек своими руками студенты готовились заранее. Кто-то искал в интернете, кто-то вспоминал детство и уроки труда в школе. И от мастер-класса они получили не меньше впечатлений, чем их маленькие друзья. Когда ты делаешь сам, пусть это будет неказисто, пусть это будут неровные кружочки, дети вырезают, но ты делаешь это сам. То есть по мере того, как ты делаешь, ты чувствуешь приближение праздника. То есть даже у меня, несмотря на то, что у меня сессия сейчас, как бы даже я прочувствовал этот праздник, который вчера, в принципе, я не ощущал. Когда вы повесите самодельную игрушку на ёлку или украсите ею комнату, вы будете вспоминать в первую очередь весёлую и дружескую атмосферу. А через много лет расскажете своим детям и внукам, как вы её делали. В детстве, сейчас, до сих пор моя любимая новогодняя игрушка – это снеговик из папье-маше, которого мы делали с сестрой, когда мне было, наверное, лет 10 или 11 в школе ещё. И вот до сих пор мы украшаем ёлку, и это стало своего рода традицией. Традицией, которой уже почти 10 лет. Самодельная игрушка или Дед Мороз, доставшийся вам по наследству от бабушки. Блестящий шарик, недавно купленный в магазине. Подержите в руках каждую игрушку чуть подольше, ведь она – частичка волшебства, в которое так хочется верить под Новый год. А ещё говорят, что в каждой из них скрыта своя тайна. Галина и Сергей Ковач, События, Брянск, Жуковка.